Урок 29. Интервалы и множество Для наглядности в языке Паскаль можно на основе существующих дискретных типов создавать свои собственные. Типы описываются в разделе «Описание» после служебного слова «Type». Необходимо подобрать название для нового типа и после знака «Равно» указать для него диапазон значений. Ограниченные типы данных еще называют диапазонами или интервальными типами. Диапазонные типы создаются только на основе других дискретных типов. Например, на основе целых чисел или на основе литер. Из строкового или вещественного типа интервальный тип создать нельзя, потому что эти типы не являются дискретными. Переменные подобных типов принимают значения только в пределах указанного диапазона. Кроме того, в Паскале есть возможность создавать свои типы данных, перечислив в скобках диапазон значений. Перечисляемый тип еще называется скалярным. На основании перечисляемых типов можно создавать дополнительные ограниченные типы. Переменные перечисляемых типов объявляются так же, как и обычные. Напишем небольшую показательную программу. Заведем тип, в котором перечислим все дни недели. На основе этого типа создадим ограниченный тип, в котором будут только рабочие дни недели. Для манипуляции с этими типами создадим несколько переменных этих типов. А еще создадим переменную, которая принимает значения из интервала от 0 до 6. Она будет обозначать номера дней недели. В списке описания типа. Диапазон такой взят потому, что нумерация в списках значений типов начинается с нуля. К элементам скалярного типа можно применять операции сравнения. Типы, которые находятся в начале списка, меньше тех, которые находятся в конце списка. Присвоим значения двум переменным понедельник и вторник соответственно. А теперь скажем, что первая переменная больше второй, и посмотрим, что на это скажет программа. Программа говорит, что результаты этого сравнения ложь. Действительно, в нашем списке понедельник находится левее вторника, а значит, он меньше, а не больше. Перечисляемые типы весьма ограничены в своих возможностях. Хотя можно применять операцию присваивания, использование команд read и write для переменных перечисляемых типов недопустимо. Скалярные переменные можно использовать в качестве счетчика в цикле for. Также применима функция ord, которая возвращает порядковый номер значения переменной в диапазоне. Нумерация элементов в скалярном типе всегда начинается с нуля, как уже упоминалось. Кроме того, можно использовать функции pret и suck, которые возвращают предыдущий или следующий элемент диапазона. Чтобы в этом убедиться, используем эти функции для нахождения предыдущего и следующего дней. Воспользоваться командой write или write.lan для вывода переменной нельзя. Но мы можем напечатать на экране порядковый номер в списке описания типа для значений этих переменных. На основе встроенных дискретных интервальных и перечисляемых типов можно создавать множество. Множество — это неупорядоченное перечисление всех элементов для базового дискретного типа. Порядок элементов во множестве отсутствует. Важен только вопрос, принадлежит или нет элемент определенному множеству. Количество элементов, входящих в множество, ограничено и не может превышать 256. Поэтому можно, например, построить множество всех чисел, соответствующих типу byte, в нем как раз 256 элементов, но не получится создать множество на основе типа integer. Поскольку в Паскале в символьном типе char равно 256 элементов, то этот тип также может стать основой для типа множества. Обратите внимание, в разделе type создаются типы множества, но не сами объекты, являющиеся множествами. Переменные, являющиеся множествами, которые можно оперировать в программе, создаются в разделе описания переменных var. Чтобы закрепить вышесказанное, напишем еще одну, пусть и не очень полезную, но просто наглядную программу. Создадим перечисляемый тип, в котором каждое значение — это марка автомобиля. На основании этого типа опишем множество. Еще раз обращаю внимание, мы не создаем экземпляр множества, мы только описываем его, указывая, что будем использовать множество, состоящее из элементов, которые являются брендами автомобилей. Создадим переменную, которая сможет принимать значение марок авто. А также укажем несколько переменных, которые будут являться конкретными множествами. Пока что наши множества пусты, поэтому заполним их марками авто. Теперь присвоим переменной какой-нибудь бренд. Выведем для наглядности его значение на экран. Напечатаем пустую строку, чтобы название бренда отделить от дальнейшего текста. Возьмем какой-нибудь автосалон. И с помощью оператора принадлежности IN проверим, содержится ли такой бренд в этом автосалоне. Снова поставим барьер в виде пустой строки. Затем объединим все три салона в один. Это можно сделать, просто сложив множество. И проверим, есть ли такой бренд в нем. Запускаем программу. Все работает. Диапазонные типы и созданные на их основе множество нужны для того, чтобы делать код программ более удобным для восприятия. На следующем занятии мы займемся заданием посложнее. Рассмотренные на сегодняшнем уроке инструменты помогут наглядно и понятно решить достаточно сложную задачу. Продолжение следует...